Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Ныне». Смотрите выпуски. Обновленное асфальтовое покрытие и долгожданный тротуар. В Ахтубинске продолжаются дорожно-ремонтные работы. Народный бюджет и комфортная городская среда. Какие основные работы по благоустройству ведутся в Ахтубинске в рамках этих проектов сегодня? Ответы на волнующие вопросы граждан дает специалист городской администрации. Соленое озеро Баскунчак – экзотика Ахтубинского района. Туристы едут со всех концов России и зарубежья. В начале выпуска напомним о главных новостях и событиях этой недели. 3 августа в районе администрации состоялось совещание с участием заместителя председателя правительства Астраханской области Михаила Богомолова. На встрече обсуждались вопросы, связанные с освоением субсидии в 110 миллионов рублей для замены труб на аварийных участках магистрального водопровода. Заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов настроен был решительно. Его интересовали все подробности и детали. Речь шла о замене труб на пяти участках магистрального водопровода. Работы на двух из них уже завершены. На трех же есть проблемы, связанные с организацией и планированием работ. Вот. Отслеживать все этапы проще, когда расписаны сроки выполнения работ и ввод объектов в эксплуатацию. Дал поручение до 20-го проработать с поставщиками оборудования и максимально снизить вопросы, связанные с прекращением подачи водоснабжения на период плановых ремонтных работ. Это, прежде всего, сейчас нужно для того, чтобы в поливочный и жаркий период люди не остались без воды. Михаил Богомолов говорит, что больше всего его волнует вопрос, связанный с направлением на Баскунчак. А еще организация работ по техническому перевооружению насосной станции «Джилга». И хотя замечания по освоению финансовых средств имеются, положительные сдвиги в обеспечении населения водой, конечно, есть. Сегодня гораздо меньше аварий, меньше затрат у водоканала эксплуатирующей организации, системы водоснабжения на реагенты, потерь воды меньше, ну и аварий меньше. Соответственно, эксплуатационные затраты значительно, как говорится, снизились. Снижение затрат имеет стратегическое значение, поскольку предприятие «Водоканал» находится в состоянии банкротства. И только стабильная работа предприятия может обеспечить бесперебойную подачу воды во все муниципалитеты района. Сегодня определенный эффект достигнут. Движемся дальше. Поставил задачу до наступления морозов зимнего периода полностью все закончить. Вопрос на особом внимание губернатора, поэтому я сюда и приехал. Игорь Юрьевичу надо будет доложить по результатам поездки. Ну, я надеюсь, новая команда сейчас разберется, делает поправки в своей работе, распишет конкретный план по каждому месту производства работы и делает все работы в те сроки, которые мы сегодня под протокол записали. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Кроме того, в ходе совещания с участием заместителя председателя правительства Астраханской области Михаила Богомолова поднимался вопрос о ходе работ на центральной котельной поселка Нижний Баскунчак, где за день до этого побывала наша съемочная группа. 16 миллионов 200 тысяч рублей, выделенных губернатором на замену котлов, уже практически освоены. Тендер выиграла компания «Омега-Избийска». Котлы оттуда уже доставлены и установлены. Котлы абсолютно идентичны тем, которые были изначально, были у нас спроектированы согласно всей котельной. Ничего абсолютно не меняли, единственное установили усовершенствованное оборудование, это систему КИП, полностью группа безопасности. Будет работать электроподжиг, будут работать специальные отсекательные элементы. На случай какой-то внештатной ситуации. В принципе, надеемся, что должно быть все нормально работать. Новые котлы будут потреблять меньше топлива. И такая экономия гарантирует, что тепло в домах жителей поселка будет в течение всего отопительного сезона. В июне, когда к работам только приступили, в Ахтубинском районе с рабочей поездкой побывал заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов. Вместе с исполняющим обязанности главы Ахтубинского района Сергеем Заблодским они посетили эту котельную. И вот спустя два месяца картина изменилась весьма существенно. Конечно, здесь на момент нашего посещения не было полностью двух котлов, было ровное место. Нас глава Нижбурчка заверил, что идет в графике. И сегодня я приехал проконтролировать накануне. Я вижу своими, что действительно там 98% выполнено. Осталось только электроника. Я надеюсь, что они все это закончат срок. И поселок Нижбурчка получат качественные, надежные услуги по горячему и теплоснабжению. До начала отопительного сезона время еще есть. Но есть еще и дела, которые надо завершить в срок. Осталось сделать обвязку системы электрификации, автоматизации. Осталось произвести пусконаладочные испытания. И, соответственно, у нас остается документация полностью к техническим паспорту, к этим котлам с дальнейшей регистрацией в Орсотехнодзоре. Елена Петченко, Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. К другим темам. В Ахтубинске продолжается ремонт дорог. Произведены работы по ремонту дорожного полотна по улице Заводска, Ленина и Финогенова. А по улице Красный Дон в район третьей школы завершено обустройство тротуара. Подробнее в нашем следующем сюжете. Как сказал классик, дороги – одна из основных проблем в России. Ахтубинск в этом вопросе тоже не исключение. Но проблема решается. В этом году ремонтно-восстановительные работы дорог были произведены по улице Заводская, Финогенова и Ленина. У нас было заключено соглашение между Минтрансом и районной администрацией, впоследствии между районной администрацией и нами, где были доведены лимиты в размере 17 миллионов рублей. Эти денежные средства мы направили на эти три улицы. Был проведен конкурс, по итогу которого у нас выиграла волгоградская фирма. И все мы прекрасно видели, что данные мероприятия выполнены в полном объеме. В мае месяце где-то были уточнения бюджета в Думе Астраханской области. Лимит для Ахтубинского района были увеличены. И нам дополнительно сейчас доводятся лимиты в размере 6 миллионов рублей. Данные денежные средства направляем на ремонт улицы Заводской. Это у нас в продолжении от автодорожного моста в сторону Петропавловки. И также мы взяли на остаток лимитов дорогу от ЖТ-переезда Петропавловки по улице Мира. Там буквально 100 метров не очень удачный участок. Ямочный ремонт там сделать на сегодняшний день проблематично. Работы, аукционы проведены. Выиграл аукционы местный подрядчик. Ждем выхода его на участки. Схемы все предоставлены, контракты заключены. Ориентировочно где-то до середины августа мы планируем сделать улицу Заводскую и Мира. Обновленное дорожное покрытие граждане уже оценили. Мне очень нравится, как сделали эту дорогу, потому что раньше здесь невозможно было ни проехать, ни пройти. Бетонные плиты, корявые колдобины. Здесь одно удовольствие ехать. Особенно вот утром, когда ты едешь на речку, на велосипеде, ровно, ничего не трясется, не выскакивает ни педали, ни цепь не слетает, как было раньше. Поэтому я только за улучшение и за то, чтобы такие дороги делали повсеместно. Кроме того, дополнительно заключены контракты по ямочному ремонту и ремонту в районе кладбища. Была просьба жителей в начале этого года, кладбище у нас контракт заключен, тоже ждем выхода подрядчика, тоже местный предприниматель. То, что касается ямочного ремонта, да, у нас в этом году был неудачный опыт, у нас выиграла аукцион в марте месяце фирма по документам с города Москвы, субподряд в город Волжский. К сожалению, все мы прекрасно видим и наблюдаем, что ямочный ремонт в городе Ахтубинске не удался с этой фирмой. В результате было предложено расторгнуть контракт, мы его расторгли и заново разместили. На сегодняшний день контракт подписан, остается ждать исполнения и приемки работ. Ямочный ремонт планируется производить по всему городу. Параллельно с ремонтом в этом году происходит формирование бюджета на ремонт сплошным покрытием дорог в 2022. Это дороги по улице Ленина, Андреева, Тимирязева, выезд на Волгоград и перекресток по улице Добролюбова. Такие мероприятия просчитываются, но их исполнение будет зависеть от различных факторов, в том числе лимитов и стабильности на рынке поставляемых материалов. Дорожание материалов идет к необходимости замены смет и усложняет работу с подрядчиками. Так на протяжении нескольких лет поднимался вопрос с ремонтом тротуара по улице Красный Дон. На прошлой неделе работы по обустройству тротуара были завершены. Да, очень удобно. Круто, что его сделали, потому что просто голая земля, по ней постоянно скатываешься, плюс грязь. Я вчера вот прошла, мне очень понравилось. Хорошо, что сделали тротуар, потому что зимой было невозможно ходить, скатывались, был лед, теперь стало лучше. Тротуар мы этот очень долго ждали, собирали подписи. Приходило несколько лет много людей, которые нам обещали, но тем не менее, наконец-то тротуар у нас есть. Конечно же, огромное спасибо тем, кто его сделал. Комментарии по поводу строительства тротуара неоднозначны. Наряду с теми, кто несказанно рад этому, есть граждане, которых не устраивает отсутствие бордюров или наличие грунта выше уровня тротуара. На самом деле, сам факт устройства там тротуара уже событие, потому что сделать его там было практически невозможно. Во-первых, там идет жилая существующая застройка, и она не соответствует современным требованиям, чтобы сделать по норме, оставить участок и для линии электропередач, для иных коммуникаций, это обязательное требование, и тротуар проложить с бордюрами, и чтобы это устроило и выезды, заезды собственников. Чтобы сделать тротуар по всем нормам с бордюрами и всем необходимым из асфальта, необходимо было разработать проектно-сметную документацию, которая должна была пройти соответствующую экспертизу. А проект делается на всю уличнодорожную сеть. Из-за невозможности сделать тротуар по ГОСТу, было принято решение выполнить его хозспособом. Для большей прочности была использована марка бетона высокого качества. Мероприятие же по укреплению грунта планируется на следующий год. Помимо этого, в районе третьей школы планируется установить лежачих полицейских для обеспечения безопасности передвижения школьников. Вопрос безопасности на обновленных дорогах волнует также и жителей по улице Феногеновой и Ленина, которых беспокоит тот факт, что по новому гладкому асфальту носятся с большой скоростью и даже устраивают гонки в ночное время. Чтобы решить данную проблему, также планируется установка дорожных ограничителей в ближайшее время. На Ленина и Феногена действительно закончили работу об устройстве асфальта нового. Сейчас ведутся работы по замене дорожного полотна. Это на заводской у нас. Как только там будет закончена работа, мы комплексом будем наносить дорожную разведку и в Питере. Это заводская, Мира, то есть до конца. И соответственно будем делать разметку и на Феногенова и Ленина. С установкой знаков соответствующих, согласно дислокации их размещения. Анна Фадина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Благоустройство – один из главных вопросов волнующих сегодня ахтубинцев. Подробнее о том, как оно производится в нашем городе на сегодняшний день, расскажет наш гость. И сегодня у нас в студии исполняющий обязанности главы администрации города Ахтубинска Дмитрий Анатольевич Мищук. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Что касается ремонта тротуара по улице Астраханской, на каком этапе сейчас находится его строительство? Да, я хочу напомнить, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» программы формирования комфортной городской среды на 2022 год была выбрана общественная территория для благоустройства – это тротуар по улице Астраханская. В настоящее время мы готовим проект на данный тротуар, чтобы впоследствии провести необходимые мероприятия для подписания муниципального контракта, чтобы в следующем году начались работы по его обустройству. В рамках проекта «Народный бюджет» какая еще работа ведется сейчас? Все жители, наверное, видели, да, запустили декоративный пруд, установили ограждение по периметру пруда и ограждение на мостике. Далее у нас подходит завершение работы по установке автополива на зоне пешеходной Циолковского. Следующим этапом это будет высадка деревьев и укладка рулонного газона на этой зоне. Кроме этого, запустили мы процедуру по аукциону на ремонт тротуаров по улице Андреева, Жуковского. Где-то недели через две у нас уже будет муниципальный контракт, и подрядчик приступит к работам. Я знаю, что жители этот вопрос волнуют, но, к сожалению, те подрядчики, которые были у нас, оказались недобросовестными, поэтому, к сожалению, работы так и не завершили. Мы вынуждены были пойти еще на проведение аукционов. Это требует достаточно длительного времени, организации самой закупки, процедуры, поэтому надеюсь, что эту проблему закроем и будем торопиться, чтобы, допустим, подходы к шестой школе сделаны были в первую очередь, потому что все понимаем, что у нас впереди первое сентября. Поэтому в этом направлении мы двигаемся, и я думаю, что здесь все будет нормально. Была еще проблема у нас по улице Черно-Иваново, где мы установили освещение тоже в рамках народного бюджета, но сейчас эта проблема решена с ресурсоснабжающей организацией, и в ближайшее время освещение опять заработает. Мы установили вплоть до выезда на Волгоград из города, достаточно протяженный участок автодороги, и, как мы помним, там никогда не было освещения. Но именно народный бюджет позволил это сделать. Были технические проблемы, но сейчас они устранены, и освещение появится на данной улице. В принципе, это все мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет». Спасибо губернатору за то, что эта программа появилась у нас, и мы ее благополучно реализуем. Жители также заметили, что ограждение, которое находится, где декоративный пруд, имеет какие-то буквы. Это символично или что это? Потому что люди спрашивают, что это значит. Да, я спешу успокоить жителей. Там нет никакого сакрального смысла, и никакая там надпись не зашифрована. Это задумка, это инициалы имен молодоженов, и вроде как эта зона подразумевает собой место притяжения наших молодоженов. Поэтому здесь только такая задумка, что это просто первые буквы имен супруга и супруги. Что касается программы «Комфортная городская среда», какие там проходят работы? Да, по поводу программы «Комфортная городская среда», мы сейчас благоустраиваем две территории. Это парк Комсомольский по улице Финогенова и парк Бояцан-Пронепоезда по улице Астраханская. По парку Комсомольский сейчас в настоящее время, ну, тоже жители видели, что сделали мы там велодорожку. Далее подрядчик приступил к устройству замощения пешеходных дорожек. Параллельно ведется реставрация памятника, который на территории парка. Далее мы делаем полив и устанавливаем опоры уличного освещения. Кроме этого, там запланировано зеленение у нас и установка детской площадки и воркаута. На парке Бояцан-Бронепоезда подрядчик тоже приступил к работам по устройству замощения пешеходной дорожки. Также запланировано устройство уличного освещения. Также реставрация памятника устройства, полива. И хотим еще по периметру доделать тот забор, который есть сейчас. И также планируем поставить детскую площадку с воркаутами. Ну, соответственно, будут еще установлены урны и лавочки. Вопрос, который касается установки свадебной карусели. Почему она еще не запущена и когда это планируется? Да, вопросов действительно много поступает. Но, опять же, спешу успокоить жителей. Процедура запуска в работу карусели, она достаточно длительная и связана с организацией, которая дает соответствующий шаг. Поэтому мы работаем в этом управлении. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы получим этот документ о запуске в работу и карусель мы запустим. Что касается зоны Циолковского, где она ранее находилась и место ее установки ранее, то мы сейчас тоже думаем, как мы эту зону обыграем. Есть у нас несколько предложений, чтобы это не оставалось вот таким пустым, скажем так, пятном. Мы, естественно, обязательно обустроим это место и планируем еще по периметру нашего декоративного пруда тоже установить достаточно интересные скамейки. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. А мы идем далее. Соленое озеро Баскунчак называют российским мертвым морем. Толпы туристов едут туда не только из разных регионов нашей страны, но и из других стран. На днях местными красотами решил полюбоваться Владислав Лихварь и отправился на Баскунчак вместе со своей семьей. Ну и, конечно, не удержался, чтобы не сделать видеоотчет о своей поездке. Озеро Баскунчак Озеро Баскунчак часто называют одним из девяти чудес света и добавляют еще неизведанных как следы. Представьте, лет 25 назад жители поселка Нижний Баскунчак не знали, что на соленом озере можно купаться. И в голову мало кому это приходило. А появилось Ахтубинское телевидение и стали мы показывать не только добычу соли, переработку и отправку ее в разные концы страны, но и уникальные, еще неизведанные ценности нашего Астраханского края. И за короткое время Баскунчак стал своеобразной меккой для экстремалов, любителей туризма, тех, кому нужно было поправить здоровье. Моя семья тоже не раз успела побывать в горы Багдо на озере Баскунчак и скупаться в уникальной купели. И в этот раз, несмотря на 50-градусную жару 3 августа, мы отправились на соляное озеро. Людей было немного, но те, кто там был, настоящие экстремалы, любители природы. Мы прекрасно с друзьями уже не первый год отдыхаем. Мне нравится посещать это место, место силы. Здесь можно очиститься от всяких мыслей негативных. Здесь очень хорошо это все происходит. Семья вьетнамцев сюда приезжает в пятый раз. Ну, сегодня Багдо, ну, хорошо. Ну, это жарко. Температура, смешно. Еще приедете, нет? Ну, конечно, каждый год мы приезжаем сюда. Самый сладкий арбуз, это арбуз в Астубинке. А, Атубинск. А это Волгоградцы, члены спортивного клуба. Банда моя, Волгоградская. Не хватает питьевой водички здесь, потому что все соленое. Не хватает шезлом, чтобы было где полежать. С туалетом тоже тут беда. Тяжеловато добираться, если самостоятельно. Только снимать машину. Поблизости нет никаких, так скажем, закусочных кафе. Все в селе в самом. Приехали на Баскутчак впервые. Ну, что хочется сказать. Очень необычно даже по сравнению с морем. Очень удивительно, что держит на плаву вода. Это так тоже необычные, непридаваемые ощущения. Но мы под впечатлением, нам очень понравилось. Возможно, посетим еще раз. Раз, 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 раз. Красота спасет мир. Солнце стало клониться к закату, а людей на озере не убывало. Здесь было просто хорошо. И в том, и в этом, и в следующем году будет, не сомневаюсь. Это место, которое нужно обязательно посещать. Сюда вернемся обязательно. Очень понравилось, очень все хорошо. И очень все прекрасно. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинская ТВ. А на сегодня это все новости. Прекрасных вам выходных. И оставайтесь вместе с нами в курсе событий с Ахтубинской ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok